Алтайские следователи раскрыли еще одно преступление 30-летней давности. Они доказали причастность скандально известного иволгинского потрошителя к убийству 17-летней жительницы Барнаула. Кигашбек Арунбаев совершил его в сентябре 1990 года. Преступление долго не могли раскрыть. Не было вещественных доказательств, следов и свидетелей. Увидев идущую по безлюдной улице ранее незнакомую девушку, он проследовал за ней. Понимая, что потерпевшая может оказать ему сопротивление и отказаться от близости, злоумышленник вооружился камнем. Арунбаев догнал девушку и нанес ей удар в область головы. Не желая быть застегнутым на месте преступления, он оттащил ее в сторону. Потерпевшая очнулась и начала кричать, однако злоумышленник с целью подавления сопротивления нанес камнем и руками множественные удары в область жизненно важных органов, после чего изнасиловал жертву. От полученных телесных повреждений 17-летняя девушка скончалась на месте происшествия. Это преступление оставалось нераскрытым 32 года. Однако его все-таки расследовали спустя несколько десятков лет во время выяснения обстоятельств другого убийства, которое также совершил Арунбаев. В Новоалтайске в 1991 году Кигашбек изнасиловал и до смерти забил пожилую женщину. На момент расследования этого преступления Арунбаев уже отбывал пожизненное наказание в Оренбургской исправительной колонии «Черный дельфин». Убийство в Новоалтайске добавило ему еще один пожизненный срок. А вот что ему дали за убийство 17-летней девушки. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал Арунбаева виновным. И за данный эпизод преступной деятельности ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. В настоящее время за преступления, совершенные на территории Республики Бурятия и Алтайского края, он продолжает отбывать пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима. Кстати, больше своими кровавыми преступлениями Арунбаев прославился в Бурятии. Там он нажил себе славу серийного сексуального маньяка. К примеру, одну девушку он убил за то, что она отказалась от полового контакта с ним. Ее задушил, удовлетворил свои сексуальные потребности, расчленил, а останки выбросил в воду. Другую подозревал в краже у него денег, ее задушил шнурком. Деньги, кстати, потом нашел в своем кармане.